Ребята, всем привет! Верховная Рада Украины приняла закон 2695 с поправкой от Александра Куницкого. Это депутат от Слуги Народа, более известен в Ютубе как ЗП Санек. Комитет отклонил его поправку, но Верховная Рада согласилась. В чем заключается эта поправка? Что хотели изначально полицейские? Они хотели беспрепятственно останавливать, беспричин останавливать. Если ты остановился, руки на руле, двигатель надо глушить, они могли осматривать багажник, бардачок, салон. Передавать им документы уже в руки надо было, а потом они уходят, и ты бегаешь за ними. И хотели повысить штраф в размере 3400 гривен, если превысил скорость на 50 км в час. Что теперь? Без причин они также не могут останавливать, нет уже этих профилактических остановок, и там говорить у нас операция пьяной води и так далее. Теперь штраф, если превысил скорость на 50 км в час, 1700 гривен. Если машина не на учете и без номеров, это у нас 850 гривен. 510 гривен, если ты проехал на красный, не пристегнулся, по телефону разговаривал, перекресток неправильно проехал. Следующий пункт, я считаю, дебилизм полный, когда есть компьютер и компьютерная база. 425 гривен за то, что у тебя есть права, но ты не можешь их показать. То есть забыл дома права. Вот, допустим, у нас в семье две машины. Я раз пересел на другую машину, еду, а права в той машине. Все, остановили, 425 гривен. Ну как так? 3400 гривен, если в принципе прав нету. 20000 гривен, если тебя лишили прав, и ты снова сел за руль. Теперь насчет пьянки. По моему мнению, если человек выпил, но абсолютно адекватен, просто там бокал вина выпил или бутылку пива, и едет не нарушая, тогда можно штраф. Если человек в неадекватном состоянии сел за руль, просто на ногах не стоит, тогда забирать на пожизненно права, потому что это потенциальный убийца. И 17000 гривен, что принял закон Верховная Рада? 17000 гривен за первый раз и год лишения, второй раз 34000 гривен и на два года лишения. Так что, ребят, в принципе, для нас ничего плохого, для добропорядочных водителей ничего плохого не изменилось. Но все же нету причин остановки. Хотя неясно, как полицейские будут выявлять пьяных. Напился человек пьяный, едет, а его нельзя остановить, если он не нарушает. То есть только визуально, если человек будет там вилять, тогда его будут останавливать, тогда полицейские будут понимать, что пьяный. Поэтому, кстати, когда остановили и просят отдыхнуть и поехать на свидетельство, нельзя отказывать, потому что могут протокол написать. Поэтому, ребят, берегите себя, своих близких, подписывайтесь на мой канал. Будьте здоровы!